В ее голове сотни различных комбинаций. Она мысленно разыгрывает их, причем на десяток шагов вперед. Уже в 12 лет Дарья Хохлова с легкостью обыгрывала в шахматы отца. Этот вид спорта для курянки стал настоящим зеркалом реального мира. Те качества, которые развивают шахматы, они пригождаются в разных сферах деятельности. То, что я говорила, тоже уверена себе. Концентрация, умение сосредоточиться на поставленной цели и добиваться ее. То есть в шахматах, чтобы добиться успеха, нужно все время себя пересиливать и бороться со своими слабостями. И в жизни точно так же. То есть, как бы можно сказать, что шахматы – это маленькая модель жизни, потому что там все время происходит борьба. Чемпионат СФО начался с изнуряющего марафона по классическим шахматам. Порой спортсменам приходилось играть до 8 часов в день. Сохранить концентрацию в таком режиме смогли только самые подготовленные мастера. Это похоже на соревнования по лёгкой атлетике. Когда я училась в школе, нас заставляли всё время, каждый сентябрь, пробегать на среднюю дистанцию в том числе. И там, перед тем, как пересечь финишную прямую, необходимо было заставить себя ускориться, несмотря на то, что кажется, что ты вот-вот задохнёшься. И нужно было, то есть, кажется, что сил уже нет, но всё равно приходилось их находить. Курянка выдержала темп и стала сильнейшей не только в классике, но и в молниеносных шахматах. Дома за Дарью болел брат Савелий. Я, конечно, не горжусь. Я очень рад, что моя сестра, она чемпионка ЦФО по двум даже категориям. Конечно, хотелось бы, чтобы по трём, но не судьба, не в этот раз. Она уже добилась много чего, но я думаю, что она будет расти ещё больше. Победа в соревнованиях позволяет Курянке выступить в высшей лиге женского чемпионата России. А пока Дарья готовится к международному турниру в Челябинске. Он состоится в конце марта. Станислав Костиков, Сергей Малеев. События дня.